Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги вам расскажем. Скандал разгорелся в престижном учебном заведении Караганды. Сегодня горел один из крупных торговых домов Тимиртау. Единое национальное тестирование отменят в 2015 году. Скандал разгорелся в престижном учебном заведении Караганды. Преподаватель школы для одаренных детей Мурагер воюет с детьми высокопоставленных лиц города. По словам педагога, ее вынуждает завышать оценки школьникам, чьи родители занимают высокие чины. Дело дошло до прокуратуры и других инстанций. Что на самом деле происходит в стенах элитной школы, узнавала Мирогуль Салкимбаева. Жанагулю Кимбаева преподаватель со стажем. В школе-интернат для одаренных детей Мурагер она работает с 2006 года. Учебное заведение предоставило педагогу квартиру. Казалось бы, все хорошо. Однако сегодня учителю математики провести спокойно урок не удается. Причину она объяснила сама. Тут дети плохо учатся. Среди них есть даже те, которые не могут правильно писать. А родители, которые, может, и не знают об этом, просят, чтобы я им поставила хорошие оценки. Специализированная школа-интернат Мурагер известна всем как одной из ведущих учебных заведений города. Здесь обучаются одаренные дети, среди которых есть и дети высокопоставленных лиц Караганды. И в этом вся проблема, говорит педагог. Для родителей, учащихся, важен не уровень знаний, а пятерки в дневнике. Преподаватель рассказала, что ради высокого бала ей несколько раз угрожали. Директор, которая работала здесь раньше, Сорокина Валентина, мне сказала, уходи с этой школы, не то у тебя будут проблемы. Тебя тут уничтожат. В этот день она меня вызвала с урока. Педагог с 20-летним стажем уверяет, что в такой атмосфере преподавать невозможно. Дети спят на уроках и ведут себя неподобающе. Однако у руководства престижной школы другая правда. Орда Калимова рассказывает, что жалобы у учителя не обоснованы. Она также вспомнила случай, когда Жанна Гуля Кимбаева вызвала на педсовет спецотряд быстрого реагирования. Жанна Сергеевна у нас работает уже 5-6 лет, учителем математики. С ее стороны подобного рода жалобы, подобного рода ее предложения были уже не первый раз. Она ходила в всякие инстанции, писала жалобы. И по этому поводу нам не раз приходилось писать какие-то ответы, какие-то объяснения. Мы уже убедились в том, что это просто ее какие-то личностные качества. Это подтверждает и учитель английского языка. Коллеги рассказывают, что Жанна Гуля Кимбаева ушла из школы Дарын именно по этой причине. До недавнего времени получилось так, что я узнала очень странные вещи. На педсовете Жанна Гуля Сириковна заявила, что все виноваты в этом ее положении, в том, что у нее произошло с квартирой. Но мы никак не могли понять, почему мы в этом виноваты. Потом она стала предъявлять очень странные претензии вообще ко всему коллективу и к администрации этой школы. А представители центра Сарар Кадарыны, которые курируют образовательным процессом школы, уверяют, что о происходящем они слышат впервые. В то, что такое происходит в элитной школе, они поверить не могут. Тут учатся дети с благополучной семьей. Эту школу мы знаем как самую хорошую школу в городе. Многие выпускники этой школы работают за границей. Дети тут все воспитанные, поэтому я думаю, что учитель математики может просто срываться на них. Может у нее какие-то свои семейные проблемы. Учитель математики требует, чтобы беспредел в стенах школы остановили. В управлении образования обещают разобраться в ситуации. Между тем, на фоне скандалов в учебном заведении у педагога начались проблемы со здоровьем. Мирамгуль Салкимбаева, Жаслана Мандыков, Асхат Айбидулов, Первый Каргандинский. Сегодня горел один из крупных торговых домов Тимиртау. 59 человек и 14 единиц техники понадобились, чтобы справиться с огнем в магазине одежда. Пожар начался в торговом зале первого этажа рано утром. Редкие прохожие около 8 часов утра увидели дым через стекла витрин. Но сигнал о пожаре подала технический работник магазина практически одновременно с автоматической пожарной сигнализацией. И когда я сегодня пришла в 9 часов, в начале 10-го, здесь уже все горело, и никто, это самое, никого не пускали. Это такой случай, очень первый случай, вот за все время, что это так вот могла сгореть магазин полностью. Через 5 минут противопожарные службы города были на месте. Выяснилось, что женщина, которая звонила на центральный пульт пожарной охраны, находится на втором этаже задымленного магазина. Горели товары бутиков, находящихся внизу. Дым содержал токсичные вещества. Газодымоспасательная служба вынесла женщину через окно второго этажа с помощью выдвижной лестницы. Как потом определили медики, она получила отравление угарным газом. Сейчас ее состояние стабильное. В связи с тем, что в здании наблюдалось сильное задымление и высокая температура, к месту пожара были стянуты дополнительные силы и средства. Это также предусмотрено расписанием выездов к гарнизону противопожарной службы. Были привлечены подразделения города Караганды и дополнительные подразделения города Тимиртау. К 12 часам пожар был полностью ликвидирован. Горели бутики первого этажа на площади 400 квадратных метров. Всего было задействовано 59 человек личного состава и 14 единиц техники. Версии о причинах возгорания пока не выдвигаются. Работает комиссия. Сергей Высокозов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. Далее все самое интересное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Карагандинский завод металлоконструкции «Имсталькон» принял в своих стенах заслуженного деятеля Казахстана Исидора Борчашвили. Целью его визита на предприятие стало донесение до рабочих послания главы государства «Казахстан-2050». По словам Рената Нургалиева, главного инженера завода «Имсталькон», коллектив предприятия с посланием президента знаком. Однако проведенная работа очень полезна. Как отметил Исидор Борчашвили, заводчане гордятся тем, что вносят свою лепту в развитие региона и государства в целом. Многие значимые для страны объекты сделаны именно на заводе «Имсталькон». Коллектив нашего предприятия в ходе сегодняшнего заседания, естественно, все осознал. Коллектив у нас слаженный, он создавался годами, десятилетиями. У нас есть ветераны труда, которые работают по 30 лет на заводе, по 40 лет. Естественно, мы будем стремиться, мы будем вносить свою лепту. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Данные договоры найма необходимы для открытия лицевых счетов на оплату коммунальных услуг, регистрации по месту жительства и являются своего рода гарантией на проживание. Настоящие договоры действуют до предоставления сиротам постоянного жилья. К слову, арендная стоимость проживания в этих квартирах составляет 39 сенге за квадратный метр. ЕНТ отменят к 2015 году. Об этом сообщил вице-министр образования и науки Мурат Абенов. Вместо этого по окончанию школы и при поступлении в ВУЗ учащиеся будут сдавать два экзамена. Кроме того, по словам вице-министра, планируется внести изменения и в саму форму проведения экзамена. Стоит вспомнить, что ЕНТ планировали отменить в этом году. Однако тогда образовательная реформа не прошла. Они же потом в истерику впадают. Самым натуральным образом. Если они, не дай бог, не сдали. По госпрограмме развития образования в 2015 году ЕНТ не будет. Эта новость мгновенно разлетелась по просторам сети интернет. Вместо него введут два других экзамена. Один из них – тест по пяти предметам после окончания школы. Второй – по профильным предметам при поступлении в ВУЗы. Наша съемочная группа выяснила, как карагандинцы относятся к возможной форме проведения экзамена в будущем. Я не сдавала ЕНТ, а мой сын достаточно маленький, так что я через это еще не проходила, поэтому точно вам сказать не могу. Ну сдавали же раньше. Сдавали лучше и учились лучше, чем сейчас. А сейчас на них нагрузили в это ЕНТ самую кучу, они перенервничают и все. И школьный диплом запорот, извините за выражение, и сюда они не поступают. Мы будем сдавать в школе, ну как бы своя атмосфера, а потом там, ну как бы уже подготовившись. Ну не то, что ЕНТ, там люди волнуются, все такое, тем более не в своей школе. Лучше экзамен, вроде ЕНТ. ЕНТ, вопросы сложные там. А экзамен по устным же, нормальный будет. Ну, на счет возраста я бы против была, потому что мы один раз уже сдали ЕНТ, и то хватило вполне. То, чтобы проявить настоящее знание, то лучше экзамен, конечно, а легче, конечно, сдать ЕНТ, к нему проще подготовиться, тесты, и тут больше срабатывает, например, кому-то повезет, а кому-то нет. ЕНТ отменят для того, чтобы знания выпускников оценивались более предметно и близко к будущему профилю. При этом будут оцениваться не только знания выпускника, но и уровень его навыков и компетенции. Марк Блюшко, Жаслана Мандыков, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Карагандинцам разъяснили программу занятости 2020 в областном филиале Нуратан. Прошел прием граждан по интересующим их вопросам. В ходе мероприятия специалисты отдела занятости и социальных программ Караганды проконсультировали горожан о свободных рабочих местах и вакантных должностях. Пришедшим была оказана помощь в трудоустройстве. Заместитель Акима Карагандинской области Кайрат Айтуганов подробно рассказал гражданам о программе «Дорожная карта занятости-2020». Только по Карагандинской области в этом году на эту программу выделено более 4 миллиардов тенге. Она разбита на три программы. Такие программы направления. И направление, которое по перемещению из сел с низким потенциалом в села или города с высоким средним потенциалом. Переселение идет. Вводятся дома. Мы продолжаем выпуск. В Карагандинской области находилась рабочая группа во главе с вице-премьер-министром, министром индустрии и новых технологий Осетом Исекешевым. Глава МИНД побывал на нескольких объектах социально-промышленного значения, а также встретился с общественностью города Тимиртау. Поездка началась с города Тимиртау. Министр индустрии и новых технологий и Аким Карагандинской области Боржан Абдешев принял участие в работе 14-й внеочередной конференции Тимиртауского городского филиала НДП Нур-Отан. После конференции Осет Исекешев провел прием граждан по личным вопросам, а затем встретился с руководителями предприятий, бизнесменами, членами информационно-пропагандистских групп и представителями общественности города Металлургов по разъяснению послания президента страны. Министр подчеркнул, что развитие промышленности и экономики требует внедрения передовых технологий. Для черной металлургии сегодня наступают тяжелые дни. Она испытывает кризис во всем мире. Сужаются рынки сбыта. Это чувствуется и в Казахстане, и в Тимиртау в частности. Но тем не менее. В этом году мы планируем более 130 проектов ввести новых производств, ввести в строй, созданием 11 тысяч постоянных рабочих мест. Социальная стабильность, занятость населения – одна из главных задач, которую ставит правительство и президент страны стратегии «Казахстан-2050». Эффективная экономика – это не только профессиональные кадры, но и инновационные идеи. В Казахстане есть фонды и инвесторы, которые готовы поддержать инновации, но не голословные, а подтвержденные математически точным расчетом, которые грамотно изложены в бизнес-планах. Инновационный климат Казахстана напрямую зависит от предпринимательства. Инновации, конечно, я считаю, что это не то, что вы должны сдать от правительства. Это не что-то, что придет от правительства, и вот придет умный дядька, даст деньги, и вы станете инновацией. Инновацией – это вы. Осет Ясикешев выразил уверенность, что Караганинский регион, как всегда, станет лидером по воплощению задач, поставленных главой государства. Привлечь наши институты, наших химиков для разработки своих материалов. А затем заместитель премьер-министра, министр индустрии и новых технологий и Аким области побывали на территории специальной экономической зоны СРРК и ознакомились с ходом реализации инвестиционных проектов. В их числе завод по изготовлению шаровых кранов и запорной арматуры и производство высококачественных предварительно изолированных стальных труб. На первом этапе с 7-го по 10-е годы были освоены 6,2 миллиарда, построены введены в эксплуатацию, комплекс внешнего электроснабжения. После осмотра названных объектов Осет Ясикешев заслужил отчеты руководства компании Карагандаинвест и индустриального парка металлургия металлообработка о развитии СЭЗ Сарыарка, а также о ходе строительства ее инфраструктуры. Вот он находится. Начинается он вот отсюда с бункеров, подается шехта, бункера загрузки, здесь производится рексил. В программу поездки входило посещение еще нескольких производственных объектов. Компания «Кенжер», где в настоящее время реализует проект по созданию полностью энергоавтономной, экологически чистой и безотходной технологии выплавки кремния и рексила на основе плазменных технологий. Готовность к 300-процентным подобным объектам. В завершении поездки Осет Исикешев вместе с Акимом области Боужаном Абдишевым провел рабочее совещание, на котором были рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития региона. Сергей Высокозов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Людей с ограниченными возможностями наградили за таланты в рамках областного конкурса «Разные равные», проходившего в Театре имени Станиславского. Лучшие исполнители, писатели и танцоры соревновались в мастерстве, доказывая зрителям в зале, что несмотря на некоторые физические недостатки, все люди на планете равны. Музыка – это моя жизнь. Лауреат конкурса Адиль Уралбаев занимается пением с раннего детства. Вместе со своей партнершей по вокалу Гульнас Елеусизовой они очень стремились к этой победе. Молодой человек пожелал всем незрячим не сдаваться, ведь все люди в этом мире равны. Вывод, что я буду дальше продолжать в том же духе радовать близких, родных мне людей. Там же вверх шаг помогал, а тебе не цена. Награждение людей с ограниченными возможностями в рамках конкурса «Разные равные» проводилось в десяти номинациях, среди которых «Золотое перо», «Лучший студент», «Лучшие исполнители» и другие. Победители получили ценные подарки, среди которых телевизоры, планшетные компьютеры и фотоаппараты. Заместитель Акима Карагантинской области Карета Айдуганов уверен, в финал мероприятия пришли по-настоящему талантливые люди. По его словам, данный конкурс проходит в рамках мероприятия по улучшению качества жизни инвалидов. Сила духа и нежелание покоряться обстоятельствам двигалось ими участниками. Я хочу пожелать всем вам дальнейшей удачи, здоровья и победы. Марк Бушкоза, Сулана Мандыков, Марк Кулкенов, 1-й Карагандинский. Субботу, 21 сентября, состоится общий областной субботник. Он проводится в рамках осеннего двухмесячника по санитарной очистке и озеленению. Власти города приглашают всех жителей, руководителей предприятий и учреждений всех форм собственности поддержать своим участием благоустройства Караганды. Сделаем свой город и район чистым и красивым. Шахтер проиграл греческому пауку со счетом 2-1. Первый еврокубковый матч прошел на домашнем стадионе паука в Солониках. Греческие футболисты с первых минут начали атаковать, однако первый тайм успеха хозяевам поля не принес. На перерыв команды ушли со счетом 0-0. На 50-й минуте первый и единственный мяч ворота паука с пенальти забил полузащитник горняков Роджер Канис. Спустя 25 минут соперники сумели сравнять счет. Автором мяча стал грек Атанасиадис. А вот победный гол принес пауку в утичной 90-й минуте игры. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества, любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы это Allugal. Это все новости на сегодня. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского 420649. Звоните, если у вас есть интересная информация. Я желаю вам приятных выходных. Всего доброго. Аман Саубонсдар. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»